Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «Такие дела» актер театра и кино, артист Московского театра имени Ермоловой Павел Галич. Павел Галич – внук известного российского поэта, барда, драматурга Александра Галича. В Архангельск Павел привез свой новый поэтический моноспектакль «Грани любви». Почему актер приходит к моноспектаклям? Об этом спросим у самого Павла Галича. Здравствуйте, Павел! Здравствуйте! Ну вот вопрос, вы молодой актер, уже имеющий такую большую свою фильмографию, и вдруг моноспектакль, да еще по произведениям поэтов русских классиков, да, 20 века это Иван Бунин, это Саша Черный, Пастернак, правильно перечисляют, блог Рождественский. Как вы пришли к этому решению? К решению создания спектакля? Я могу сказать, что эта идея давно вынашивалась в сознании, мне кажется, любого артиста, такая идея всегда живет. Живет почему? Потому что есть желание, может быть, высказаться, да, благодаря моноспектаклю, это, как не есть, больше возможности попытаться самому что-то сказать, самому лично. Я люблю очень театр, я люблю очень коллег-партнеров, когда существуешь в диалоге, но здесь ты непосредственно один, и за все фактически отвечаешь один, когда ты на сцене. И напрямую ты уже, получается, общаешься с залом, да, через авторов, через тот спектакль, который я представляю в Архангельске, он связан, естественно, какой-то общей одной идеей, да, все эти произведения не случайно подобраны. Крани любви все-таки название. Ну да, да, отталкиваясь от этого названия. Вот. И есть возможность просто высказаться, попытаться хотя бы донести до зрителя что-то, что-то свое, что у тебя накипело за ту жизнь, которую ты прожил, что ты попробовал. Мы еще вернемся к этой теме. Конечно. Вот я хочу, конечно, остановиться на фамилии, на династии вашей, Галич. Галич — это ведь литературный псевдоним, так? Да, это, если его можно даже расшифровать, то фамилия моего деда Гинсбург, это первая буква Г, Ал — это Александр, то есть Гал и Ич — это Аркадьевич. Вот как? Это он сам сочинил, в общем, себе придумал, да? Классно. Александр Аркадьевич Галич — это советский поэт, сценарист, драматург, да? Он автор-исполнитель собственных песен. В советские времена его ведь называли диссидентом. Ну да, нас многих называли диссидентом. В 1974 году его стихи были запрещены в СССР, это я так напоминаю нашим зрителям. А какое влияние на вас оказало творчество и вообще вот жизнь вашего деда Александра Галича? Ну, на меня в семье как-то... Я лет, наверное, до 10-12 жил в обычной семье. Я как и продолжаю жить в обычной семье, так же, как у всех есть мамы, папы, дедушки, бабушки. Для меня так же это был дедушка, который у каждого в семье есть. Я как-то не понимал, что такое диссидент, чем он был известен, любим людьми, да? Но со временем, познакомившись с его творчеством, я понял, что он не совсем такой простой человек. Все-таки люди, которые пишут и выражают свои мысли с помощью... Вот артист выражает их на сцене, да? Писатель, он их выражает через литературу, через какие-то свои произведения. Что он не совсем такой уж совсем простой человек. Конечно, он кричал, он кричал о несправедливости, он кричал о какой-то честности. И не всегда его слышали. Как это везде всегда происходит в нашем государстве, в других государствах. Есть люди, которые выражают свои мысли. Ну вот первый раз, вы когда прочитали его стихи, не помните этого? В впечатлении, может быть... Они помнят и вами, или нет? Вы знаете, я думаю, что нет. У меня так сложилась династина, что у меня многие из моей семьи артисты по профессии. И с детства артисты, люди небогатые, и развлечения, особенно в Советском Союзе, небольшие были. Я рожден все-таки в Советском Союзе был. И я помню, что мне давали книжку и говорили, вот, не знаешь, чем заняться, возьми книжку, попереписывай стихи Лермонтова, Пушкина. И я садился, просто переписывал стихи, учил их, разучивал, рассказывал. И как-то вот такая любовь к поэзии у меня была привита еще с детства. Естественно такая. И, конечно же, наверняка, там лет в 10-12 мне давали стихи моего деда. Но не всегда, если ты понимаешь, что белеет парус одинокой в тумане море голубом, ты понимаешь, о чем это стихотворение, то не всегда можно понять какие-то более серьезные вещи в 10-12 лет. С возрастом, конечно, становится все более понятно. А вы были, кстати, на могиле вашего деда в Париже? Да, я ездил туда, на кладбище в Сен-Женеве, в Дубуа, это под Парижем находится, там, где похоронена белая эмиграция вся, там похоронен Деникин, Бунин, там похоронен Тарковский. Ну, знаете, фамилии, не надо рассказывать, кто эти люди. И в том числе мой дед там похоронен. Да, я был, ездил, там ставили обелиск на памятники. Эта земля выкуплена Россией, еще Николаем Вторым, под захоронение, вот первая тогда, первая волна эмиграции была, белогвардейцев там потом хоронили, потом вот разных диссидентов, эмигрантов, в том числе. Да, наших. Наших, да. Я читала тут в вашем интервью, что вы даже не поступали, когда вы поступали в театральное, вы поступали под другой фамилией. То есть фамилию Галич вы как-то скрыли. Вот вообще ваше решение стать актером, оно было такое осознанное? Решение стать артистом, боюсь, что, к сожалению, нет, оно не было осознанным. Почему говорю, что боюсь? Потому что в 16 лет человек еще в 15 лет, он не всегда точно знает, чего он хочет. И когда нам говорят, там, в 15-16 лет подводят к тому, что мы должны выбрать профессию в жизни, мы не всегда прекрасно понимаем, что мы хотим сами. И нас толкают иногда в какой-то ключ, который может быть не тем ключом. Но, к счастью, хочу сказать, что меня толкнули в тот ключ, который нужно. Потому что я с детства любил театр, я всегда участвовал во всех постановках, меня всегда приглашали на какие-то большие крупные роли в театре, в театральных кружках, в студиях, тогда в школе, я помню. Всегда все постановки без меня не обходились. И после этого я решил поступить, и я, естественно, стеснялся того, что у меня такие предки, у меня такие корни есть. Мне казалось, что всегда буду тыкать в тебя пальцем и говорить, ну, все понятно, Галя. Что удивительного ничего нет. Что он постановил. Ну да, что да, династия актерская, что плюс-добавок, фамилия такая, ну, куда ему еще идти. Я стеснялся, конечно, этого, но потом я подумал, вот сейчас к какому-то возрасту, начинаешь задумываться на такие вопросы, и понимаешь, что, а что мне стесняться? А почему я должен этого бояться? Почему я должен стесняться того, что у меня есть такие корни? Почему? Я не должен этого стесняться. Я, наоборот, хочу делать какое-то, дарить людям счастье, улыбки, говорить с ними, общаться. Мне это приятно. Ну, какая-то ответственность накладывает. Ответственность за то, что я внук своего деда? Да. Ну, я вам не могу сказать. Он был честный гражданин, как мне кажется. Он пытался общаться честно с людьми, и я пытаюсь это делать. Поэтому я за собой такого не наблюдаю. А легко ли быть сегодня молодому актеру, пробиться в театре и в кино? Вот заканчивает он институт, заканчивает он училищ. Сейчас нет уже училища, театральных институтов. Институты, да, больше училища. Легко ли сказать свое слово, чтобы тебя увидели, заметили? Ну, вот вы хорошее слово сказали. Увидели, заметили, да? Или это не главное, да? Есть такое направление сейчас артистов, которые хотят именно быть замеченными. Мне кажется, не в этом суть нашей профессии. И вообще творчество. Не выпендриться и не быть замеченным. А заниматься какими-то серьезными, какими-то серьезными. Это же очень серьезная профессия, на самом деле. Это очень сложная профессия, профессия артиста. Потому что это кажется, что я сейчас выйду и дурака поваляю. Но это на самом деле не так. Это далеко не так. Даже дурака валять надо уметь делать. И это надо понимать, из-за чьей природы этого дурака валяния. Это для этого мне казалось в детстве, в юности, что профессия артиста, она такая легкая, простая, да? На самом деле она очень сложная. Очень много надо читать, и много надо вникать, и многим надо интересоваться. Просто без этого не происходит. Тогда ничего, и ты не можешь донести до зрителя, до людей каких-то вопросов, каких-то серьезных, каких-то интересных тем, интересных диалогов. Самые дорогие для вас роли? В кино, в театре. Даже не буду разграничивать. А вы разграничиваете кино и театр. Да, вы знаете, к сожалению, почему-то получается, что разграничиваю. Потому что в кино все-таки больше стереотипами думают. И вот видят образ, амплуа, видят внешность по внешности. Какое у вас амплуа? На вас уже поставили некий штамп, нет? Боюсь, что да. Наверное, где-то до поставили. Видите, сейчас еще я лысею, еще один штамп, наверное, поставили на мне. Все-таки первый вопрос, да? Да, все-таки первый, да. Какие дорогие? Ну, я очень дорожил в свое время ролью Женииба Бальзаминова Бальзаминовым. Я очень дорожил Жадовым. Это Ермоловский театр, да? Это был выпуск школы-студии МХАТ в МХАТе. Вот Женииба Бальзаминова Жадов. Это был независимый проект, я играл. Я очень дорожил ролью вот сейчас, который играю, там идет спектакль в постановке Сергея Голомазова с Владимиром Алексеевичем Андреевым. Это фотофиниш, это пьеса Питера Устинова. Я играю там молодого Андреева, вот, в 20-летнем возрасте. Я работаю в театре Ермоловый. Владимир Алексеевич Андреев когда-то меня пригласил к себе в театр. И я остался там. Там сейчас он президент нашего театра, возглавляет наш театр Олег Меньшиков. У нас новое руководство, новые работы, новые перспективы. Это такие, наверное, самые любимые в театре роли. Из-за того, что были какие-то спектакли, которых уже не играю, естественно. Время уходит, и все что-то тоже меняется. Ну, а кино? Кино. Ну, вот, знаете, можно сказать о сериале «Солдаты», по которому у меня когда-то там в юности очень сильно была узнаваемость, какая-то популярность. Ну, да, любил я, любил этот образ из-за того, что, знаете, очень многое зависит, сами прекрасно, наверное, это знаете, от коллектива, от людей, с которыми ты работаешь, с которыми происходит это творчество. Вот там был очень хороший коллектив. Коллектив коллег. Мы приходили, садились вот так же, как с вами сейчас, за стол, доставали сценарии, читали сцены, придумывали что-то, импровизировали иногда. Иногда просто нам достаточно было сказать тему, на которой мы будем играть, и мы все сейчас придумаем. И прям включали камеру, и придумали прямо на ходу. Это было очень интересно, эмоционально, и это было заразительно, и очень нам очень. Ну, вот это ведь сериал «Солдаты» — это тоже сериал. Это сериал, да. Вот вообще русские сериалы, конечно, они наводнили голубые экраны. Как вы относитесь к этому жанру? Ну, все зависит тоже. Вы ведь много снялись в сериалах? Я много, да, и продолжаю сниматься. Все зависит от режиссера, все зависит от того, как это ставят, все зависит от того, кто это ставит, сколько времени этому уделяется. Все зависит от этого, потому как, я вам скажу, что сейчас у нас в основном продюсерское кино. Сами знаете, что это такое. То есть деньги, время, и все быстро, и на коленках, и давайте по-быстренькому сейчас. А текст, знаете, а вот держите, все, побежали сниматься. Подождите, ребята, давайте хотя бы прочитаем, с коллегами обсудим, придумаем что-то для этой сцены. Нет, только придумаем, все, органично все скажете, все, сейчас быстренько снимем. И все, понимаете, никого не волнует, что на самом деле можно что-то в каждой букве, в каждой запятой заспратить. А для вас есть какая-то шкала качества, по которой вы оцениваете, сниматься или не сниматься, работать или не работать в этом сериале? Шкала качества? Ну, понимаете, иногда приходится сниматься, потому что приходится и деньги надо зарабатывать, и как бы кормиться, и на что-то же существовать. Вы соглашаетесь даже на те вещи, которые вам не нравятся, не интересны. Я могу честно сказать, да. Которые не нравятся, да. А что приходится делать? Работа, она есть работа. Ну, а что для вас тогда табу? Вот с этим я работать не буду. Есть такое? Да, наверное, есть. Я думаю, что вы так вот хорошо спросили, что для меня табу? Что для меня правда такое табу? Наверное, о чем-то... Я даже не знаю. Ну, формографию бы я даже неоднозначно не снял. Ну, а в большом кино, в полнометражном, есть желание поработать? Да, у меня есть картина «Прорыв». Я был награжден за нее двумя орденами, там, в четвертой степени, перед засловой перед Отечеством, еще какой-то там медаль в ВДВ. Ну, это не к тому, что просто какие-то есть награды за это кино было. Да, большое кино, оно более тщательно снимается, больше думается, больше работает над ним. Хотя есть и сериалы. Все зависит, опять же, от коллектива, от режиссера, от интереса. Сейчас что у вас в работе? Сейчас у меня в работе очень много театральных проектов. Должно выпускаться будет в нашем театре, готовиться к выпуску спектакль «Ромео Джульетта», современной обработки, современного видения режиссера Дениса Азарова. Готовится у нас такой будет спектакль «Казьма и Пруткова», где я буду играть Казьму и Пруткову тоже в нашем театре, в театре Ермоловой. То есть все-таки театр для вас важнее, извините, перебила, да? Да, да, да. Театр... А кино – это зарабатывание денег, я так понимаю? Нет, не всегда. Почему? Там тоже есть много чего интересного. А в сегодняшнем театре вас все устраивает? Как вообще развивается, куда идет сегодняшний театр? Я понимаю, что большой вопрос. Но тем не менее... Так очень, да. Сложный вопрос. Ну, на примере своего театра вы работаете, наверное, в «Энтерпризном театре» и в Ермоловой. Да, у меня есть «Энтерпризы», которые я езжу, тоже играю. Сейчас не очень сильно они сейчас покупают все эти «Энтерпризы». То есть режиссеры стремятся осовременивать классику. Вот есть такая тенденция, да? Знаете, вот я вам говорю, я уже сказал об этом сегодня, что есть у современных режиссеров желание не осовременить классику, а показать самих себя любимых и дорогих всем. И сказать, что «А вот я умею вот так, а вы можете вот так?» И спрашивается «Зачем?» Для чего это? Да, ну, пожалуй, я соглашусь сегодня. Суть и смысл, зачем это делать? И, к сожалению, вот эта тенденция, она просматривается, я не знаю, не только в Москве. И у вас вчера я сходил на Большой академический театр Архангельска, на постановку «Корсиканки». Вот. Тоже вопросы появились? Ну, есть, да, конечно. Но я знаю, я не могу оспорить, безусловно, работа артистов, они хорошие артисты, видно, что они работают, они профессиональны. Но, честно скажу, скучно. Вот мне лично было. Хотя все, да, все, они честно, искренне выполняют свою работу. То есть я вижу, как и затрачиваются, что была проведена определенная режиссерская работа с этим. А вот с другой стороны, понимаете, а когда видишь какое-то новоявленное какое-то вот такое режиссерскую работу, хочется сказать, господи, да давайте, давайте сутью займемся. О чем? О чем это произведение? Давайте автора вскроем, а не будем заниматься. А у вас никогда не возникало желания поменять профессию? У меня? На режиссера, например? Пока рано. Самому? Рано. Говорят, все, кто идет в режиссуру после актерства, это неудачные артисты. Я не хочу себя преуспислять к нему. И тем не менее, вернемся к моноспектаклю. Все-таки здесь вы выступаете как режиссер. Вы сами написали сценарий, сами решили и выбрали поэзию. Да, выбор поэзии, да, в основном был в моем ключе, потому что я понимал общую идею, которая будет. Мне очень помог, конечно, мой в данном проекте, ну и вообще мой продюсер Сергей Низговоров, который помог мне составить, скомпоновать эту историю, придумал какие-то подводки, может быть, под определенные... Не все же, сами понимаете, в поэзии или в прозе, в песнях можно соединить только песнями и стихами. Все-таки где-то есть маленькие, но в основном мы стараемся целиком работать авторами. То есть говорить Буниным, говорить Пастернакам, кто у нас? У нас Агниевцев, у нас Мандельштам, у нас Рождественский, у нас много авторов. И их объединяет все-таки тема любви, разгранили любви, да? Да, тема любви, она объединяющая, этих всех авторов соединяет. Вы играете на гитаре, за рояль садитесь? Нет, в этом спектакле нет. Но вообще я умею. То есть это первый моноспектакль, и, наверное, вы уже намесили себе другие темы? Другие моноспектакли? Да. Авторские работы. Месяц по моноспектаклям. Не знаю, не знаю. Нет. Ну, есть задумки. Нет, это было не спонтанное решение. Об этом решении мы говорили с Сергеем как раз в летом, когда я приезжал к вам в Архангельск, я был в Устьянах, я там проводил фестиваль, там потом был киношный фестиваль в Устьянах, и мы там уже придумали такую как бы идею. И потом, конечно, стали вынашивать это. Что, какие авторы, как это подобрать, как это соединить, скомпоновать. Молодежь, кстати, идет на поэзию? Вот хороший вопрос. Я, честно говоря, пока еще не знаю, потому что премьера у вас, и я пока не знаю, кто придет. Мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы молодежь к этому подтягивала, чтобы не попсой, а все-таки каким-то таким серьезным, классическим произведением. Вы также, конечно, читаете произведение вашего деда Александра Галича, любимое стихотворение. Прочитайте. Прилетает по ночам ворон, Он бессонницы моей кормчий, Если даже я ору ором, Не становится мой ор громче, Он едва на пять шагов слышен, Но и это, говорят, слишком, Но и это, словно дар свыше, Быть на целых пять шагов слышным. Спасибо. Не за что. Спасибо, Павел, вам удачи большой, И я думаю, что вы еще побываете у нас в гостях. Надеюсь, да, уже пригласитесь, спасибо. В гостях у программы «Такие дела» был актер театра и кино, Артист московского театра имени Ермоловой, Павел Галич. У его деда, поэта-песенника Александра Галича, Остро реагирующего на всякую несправедливость, Есть такие строки. Говорят, что где-то есть острова, Где неправда не бывает права, Где совесть надобность, а не солдатчина, Где правда нажито, а не назначено. Вот такие я придумал острова. Вот такие у нас дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин